Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. 14 часов 3 минуты в Москве. Дамы и господа, вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна.ФМ. Всем салют. В эфирной студии Роман Шахов, Лиза Калинина и наши гости. Друзья, с радостью представляем. У нас в студии сегодня Елизавета Костягина, солистка группы Мона Лиза. Лиза, здравствуй. Всем привет. Получается стерео Лиза сегодня. У нас вчера были в гостях две Маши, группа. У нас сегодня две Лизы. Продолжение. Ну, рассказывай, как у тебя дела? Как настрой? Ой, все хорошо, кроме того, что мне очень нравится московская вода. Я сейчас сидела долго. Мне нравится. Да, вот прям приезжаешь из Питера, да, и вот главная проблема сразу вот выливается на голову. Ну что ж такое? Лиз, сейчас многие менеджеры Мосводоканала сидят с ручками, хотят записать, что именно. Скажешь, что, что у вас. Сухие шампуни, я думаю, скоро придут на смену мокрой воде, да, московской. Вернемся к творчеству, точнее, обратимся. Как здесь? Дела, какие новости? Дело в чем? Мы вообще приехали презентовать, в общем-то, собирались презентовать свой новый клип, который мы сняли на дуэт со Светланой Сургановой. Песня называется «Жуть». Вот, но так увлеклись процессом, что, конечно же, конечно же, не успели. Да, то есть пока проходит, значит, монтаж и что-то, приходят какие-то новые идеи в голову, начинаем менять какие-то кадры и кадры, и даже сценарии, я бы сказала. А, то есть вы вообще переделываете по факту все. Ну, не все такое, не все, но бывает, да. А почему так? Расскажи, то есть сняли, посмотрели, вроде неплохо, но не нравится до конца или что? Нет, приходят идеи, что от монтажа столько зависит, что вообще может пойти весь сценарий. Лиза, а не хватит ли монтажа на два клипа? Понимаешь, вроде так много, если... Это самая такая, получается, большая проблема, когда очень много всего, и это нужно поместить в маленький клип. То есть мы уже там смеялись со Светой, с друзьями, они тоже снимали клип на песню, на «Фурия», и там столько материала очень интересного. А как его там? Просто нужно делать какой-то сериал о клипе, о том, как снимался клип. Фильм о клипе, да. А потом, что мы там можем? Мы с каждого интересного момента можем там доли секунды какие-то взять, какие-то планы, и все это в три с половиной минуты уместить. И, конечно, жалко всего остального. Все время ты думаешь, давайте вот это возьмем. А куда тогда вот это? Уходит, и все, заново вся сетка полетела. Вы коллегиально решаете, или есть какой-то человек, режиссер, который говорит, нет, девочки, будем делать вот так, и все. И точка, и точка. Есть какой-то... Есть режиссер, да, есть. Но вы ему не даете... Но вы главнее. Я благодарна нашим режиссерам, Маше Смелковой, что она прислушивается к моему мнению, и, конечно, ей тоже важно, чтобы это нравилось и мне. Ну, вам, конечно, как авторам. Ну, в общем, мы будем ждать, друзья, совсем скоро премьера клипа «Жуть». Вот. Но пока-пока отсрочим. Да, и мы специально для клипа этого пересвели песню, провели работу над новой аранжировкой, то есть новый саунд-продюсер работал. Естественно, песня и аудио... на аудио восприятие будет отличаться от того, что мы уже знаем. Она, конечно, стала другой, более яркой, более интересной. Здорово. Что говорит Маша, что говорит Света, что говорит Лиза по поводу того, когда же все-таки, ну, закончится монтаж и работа. Итог. Ну, Света ничего не говорит, потому что у Светы много своих проектов и работы, а Маша тоже ничего не говорит. Скажет Лиза что-нибудь, наверное. Мы, да, мы просто как бы, ну, мы либо торопимся, либо не торопимся. То есть мы решили не торопиться, а все-таки поразмышлять еще, посмотреть, какие могут быть у нас варианты развития событий. Может быть, что-то еще добавится, может быть, наоборот урежется. Ну, здорово, это классно, когда такие решения. То есть можно было поторопиться, конечно, и... Но результат был бы не таким. Да, да, да. Можно потом жалеть года об этом. Все, друзья, ждем, просто в соцсетях каждый день проверяем, заходим в группу Монализы. Да, заходите к нам, обновляем. Есть, есть, нет, нет, все, ждем. Небольшая пауза у нас сейчас, друзья, скоро к вам вернемся. Будьте со стороны ФМ. Лучшие в стране. Да, господа, нам очень хорошо. Елизавета Костягина, команда Монализы, сегодня в гостях у телерадиоканала «Страна ФМ». Если у вас есть свои вопросы, оставляйте их в контакте «Страна ФМ», где есть публикация, посвященная визиту Елизаветы на «Страну ФМ». Да, или WhatsApp Viber 909-928-189, пишите, я думаю, Лиза с удовольствием прокомментирует. У нас интересные поводы. Дело в том, что 5, 6, 7 октября, начиная с сегодняшнего дня, начнутся такие выступления в рамках сборного концерта, да? И уже сегодня тебя можно будет увидеть на улицах Москвы. Да, городские мероприятия на всех, причем, улицах Москвы. В разных районах, да? Да, мы зайдем с песнями буквально в каждый дом в этот раз. Это значит, сегодня мы будем на площади революции. Так. А завтра мы будем аж где-то... Новые черемушки. Новых черемушки. Да нет, это не так уж и аж. Не так уж? Нормально, да, да, да. Аж не так уж. Аж и в Дмитрий Донской. Бульвар Дмитрий Донской. Вот это уже по аж, но хорошо, там хорошие площадки. Аж на Дмитрии Донской мы будем седьмого числа. Так что в зависимости от того, где вы находитесь, приходите. Приходите знакомиться с нашим творчеством, слушать как раз в новых вариантах песни. И будем согреваться кто чем может. Подожди, вот жуть, например, можно услышать как раз уже в новом звучании, да? В новом звучании. В том, как вы ее делаете. В ливе, да, можно в живом исполнении услышать. А в студийном она еще лучше, она еще прекраснее, конечно. Ну здорово. Слушай, ну вот как раз сегодня будем ловить. В 17.45, друзья, не опаздывайте, приходите. И, да. В центре города, площадь революции. Как твои музыканты поживают, как группа «Монолисты» сидят? Вот музыканты сейчас как раз, да, я бы с удовольствием пришла в их три, четыре, но у нас вот как раз сейчас проходит саундчек. То есть, чтобы вечером все, вернее, в пять часов более-менее все звучало... Как надо. Как надо, да. Ребятам сейчас приходится проходить. Ну, бесты сыграете, да? Да, мы выбрали такие боевички. Люди, которые входят в группу «Монолизы» в ВКонтакте, они как-то советовали, «Лиза, вот это вот надо сыграть, это нельзя забыть». И прислушиваешься ли ты? Или как с клипом дела? Вот надо так? Я лучше знаю все. Ну, как-то... Ну, ребята говорят, какие у них есть... Ну, пожелания. Какие у них есть любимые песни, но их обычно меньше, чем нужно играть. Поэтому это, конечно, на мне лежит, этот список, этот плейлист, в общем-то. Но они соглашаются с этим. Слушай, ну, а вообще, ты такой человек, знаешь четко, чего ты хочешь, да? Не всегда. Не всегда? Это может так показаться просто. Вот я и спрашиваю. То есть все равно нужен какой-то совет, просишь, советуешься, да, ждешь каких-то рекомендаций? Или как? Я могу что-то в процессе диалога получить какое-то стороннее мнение, да, альтернативное, но оно, может быть, мне как раз больше заверит в том, что нужно идти в обратную сторону. Своей дорогой, да. То есть иногда в споре, в рассуждении, в обсуждении рождается как раз и какая-то правильная мысль, да. То есть я в этом обсуждении могу понять, что все-таки вот это верно было. Сама себе отвечаю на какие-то вопросы. Ну, любишь порассуждать вот так вообще о том, как сводить, например, на студии дебаты какие-то? Или приходишь, говоришь, вот, ребят, вот сводим так, 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 этого здесь столько-то вопросов. Я хочу вот так, что было. Ну, по сведению вообще я люблю, чтобы этим занимался все-таки звукорежиссер, профессионал. Ну, и когда мне присылают какой-то вариант сведения, то, конечно, я показываю себе и ребятам всем показываю. Прошу, чтобы послушали, сделали свои замечания, обязательно прислушиваюсь, вношу эти корректировки, отправляю звукорежиссеру, если они есть. И, конечно, это все исправляется, редактируется, меняется. Конечно, что касается звукорежиссеров, наш сейчас говорит, давайте сделаем паузу. Она необходима. Мы не можем ослушаться. После чего продолжим, друзья. Друзья, сегодня мы говорим с человеком из питерской рок-тусовки. С Кейвером. Елизавета Костягина. Группа Монолиза. Монолиза в гостях. С человеком из Кейвера. Нет, ну ладно тебе. Слушай, вот скажи, пожалуйста, сейчас мы так за эфиром обсуждали там каких-то поп-исполнителей, не только рок. Ты сама отслеживаешь, следишь за коллегами, ходишь ли на концерты, как-то тебя это вдохновляет, наполняет, либо абстрагируешься и делаешь свое. Очень редко, но бывает, что попадаю. Я как раз рассказывала, что год назад или два я была на ВК-фесте, на какие-то выступления попала, там, по-моему, барских. И мне очень запомнилось выступление Лободы, то есть очень спродюсировано все очень хорошо по саунду и по сцен-движению, и по подаче. Ну, очень профессионально. Да, я осталась под впечатлением. К Свете я с Ругановой попадаю на концерты по возможности, наблюдаю, что-то беру. Конечно, меня это вдохновляет. И, кстати, вот даже съемки клипа, они были навеяны тем, что, значит, я присутствовала на их съемках, и вот такая посидела-посидела, подумала так. Встаем, идем снимать тоже клип. Вот, конечно, да, это все оставляет отпечаток и мотивирует тоже. Надо-надо, в общем, смотреть, следить, ходить. Ну, и да, благодаря Инстаграму, даже если ты, в общем-то, и не хотел ни за кем следить, то все равно приходится. Там, да, у кого-то что-то выкладывается все время, какие-то репортажи, сторис, никуда от этого не деться. Как вообще дела в питерской рок-тусовке? Расскажи. Какие новости? Да, что там интересного? Потому что мы здесь сидим, в Москве, ничего не знаем, рок-н-ролл там, все. Пока вот не придут к нам. Может быть, что-то вы еще задумали, например, Владимир Шахрин звонит, говорит, Лиз, давай что-нибудь еще. Ну, вот какие-то такие вот. Да, смешно сейчас было, Роман спрашивает, как Питер готовится к дню рождения Владимира Владимировича. Ну, конечно. То есть для меня, да, на первом месте у меня Владимир Владимирович другой. Я знаю, что 13 октября у них как раз юбилей в БКЗ будет. Собираюсь тоже посетить концерты, юбилей группы Чаев. У Светы Сургановой готовится. Я вообще, мне нужно за рекламу платить. Тоже в БКЗ 30 ноября в Питере с симфоническим оркестром. Что еще рассказать? А, у нас же концерты тоже будут. Вот, ну что ж, надо с этого начинать было. Да, но мы тут пошли, решили сыграть по-крупному. Ну, ага. И, значит, запланировали концерты на весну сразу уже. Это будет большой, скорее всего, приуроченный ко дню рождения мой концерт в Зале ожидания в Санкт-Петербурге. То есть это в марте когда это еще будет? 23 марта у нас запланирована дата. И также будет большой концерт в Москве в 16 тоннах в апреле, но мы уточняем пока дату. Ну так, ориентируемся на апрель. Да, поэтому следите, заходите, приходите, приезжайте. И, конечно, идет у нас потихонечку, идут разговоры о записи нового альбома. Но я пока боюсь говорить, выйдет ли он в этом году, или мы все-таки уже это подготовим к весенним концертам. Скажи, песни уже написаны, песни уже аранжированы? Что-то да, что-то нет. Пишешь ты сама, конечно, да? Не только? Да, конечно. Пишу сама, скажу сразу, что есть кое-что из старого материала, что-то есть из нового материала. И все это... Ну, может быть, это будет не совсем такой большой и полноценный альбом, как предыдущий. Может быть, это будет мини-альбом, но, тем не менее, мы планируем это выпустить на физических носителях, то есть на дисках. Ух ты! Да. Да, все же такие, что я не считаю, да? Ух ты, ну уже да, потому что вот сколько артистов приходит, все делятся, что вот сейчас, наверное, будем выпускать синглами, все сразу в iTunes, ну и другие ресурсы. Диски так, для подарков больше. Ну, для подарков за деньги на концертах. Это круто, это круто, правильно. Вот, затем, возможно, у нас в ноябре еще будет концерт в Москве. Вот этого года в ноябре, да? Да, вот этого года. Ну, про тот я бы еще не смогла. Ну, ты просто уже так, март-апрель. Апрель, да, такие планы. И, конечно, мы скоро поедем в наш тур. Я тоже пока точно не знаю, куда. Я знаю, что там в списке есть города Екатеринбург, Саранск. В общем, по стране. Москва, что-то еще. Пока не знаю, что. Большие и маленькие города, обо всем, скорее всего, можно узнать в социальных сетях. Группы Монализа, правильно? Да. Слушай, ну а так, вот новый материал ты как создаешь? Есть у тебя какой-то режим, либо все по вдохновению. Хаотично. Хаотично. Авиарежим это называется. Ну, знаешь, вот как каждое утро по строчке. Я пытаюсь находить время, чтобы посидеть. Просто нужно войти в это состояние, просто побыть в нем, поиграть, попроговаривать какие-то слова, разбирать строки, которые у тебя были где-то записаны, попробовать их сложить, опять же взять гитару. Главное прийти и начать это делать. То есть можно... Не откладывать. Да, можно, допустим, думать на работе сейчас, что ты придешь и займешься этим, но можешь прийти, тебя отвлекут, и все, и ты этим не займешься, и так может продолжаться месяцами, и ты ничего не сделаешь. Нужно находить для этого время. Друзья, мы нашли время сделать маленькую паузу, после чего вернемся к разговору с Елизаветой. Дождитесь. Дорогие друзья, это телерадиоканал «Страна.ФМ». Пятничный выпуск программы «Лучшее в стране» продолжается. У нас в гостях Елизавета Костягина, команда «Мона Лиза». Да, и, друзья, совсем скоро случатся концерты, совсем скоро это буквально, потому что уже сегодня вы можете Лизу и группу «Мона Лиза» увидеть на площади революции. Ну, не концерт, да, выступление такое. Ну, такое выступление в рамках общего концерта. В пять вечера, не опаздывайся, в пять вечера, да. Не опаздывайся. Слушай, а когда в столицу приезжаешь, волнуешься? Ну, вот мне просто интересно, там, Питер, Москва, есть какие-то другие ощущения? Или как-то не делишь? Не волнуешься? Нет, вообще, когда я оказываюсь не дома, да, там, без своего транспорта, да, без каких-то привычных условий, конечно, для меня это стресс всегда. И перед отъездом у меня вокруг получают все. То есть я начинаю, конечно, на всех кричать, срываться там, и везде все во всем. Ты такая вспыльчивая. Как выяснилось, да. А когда уже, ну, бывает, что и по приезду здесь что-то я испытываю какой-то дискомфорт. Ну, вот женщина у меня в купе храпела, я там три раза будила. Она говорит, спасибо, спасибо. Говорю, да вам спасибо, что пришли. Не фальшивила храпела, ну, честненько. Она так, как-то, да, очень достаточно музыкальная, но мне нельзя никак храпеть. Мы даже вот прибегаем к такому ходу, у нас Гриша есть, он тоже грешит этим. Гриша грешит. Ой, хорошо, я придумала. И мы у нас, получается, сколько, шесть человек, мы его стараемся куда-то, если у нас купе одно, и рядом уже Гришу, да. Кому-то подложить, да. Потому что у меня вот эта вот вибрация вот малейшая, никакие беруши мне не спасают. А еще в соседнем, значит, купе ехали товарищи-музыканты, я поняла, что я не люблю музыкантов. А как любишь путешествовать, если все-таки вот чтобы для души, это самолет, это автомобиль? Я очень люблю, я автомобиль очень люблю. Да, очень. Самолеты я люблю, но я боюсь. Вот у меня есть такая, для меня это стресс. За рулем сама ездишь? За рулем бывает сама, бывает не сама, но для меня это самый комфортный вид перемещения, потому что я сама себе хозяйка, я могу свернуть, куда надо, остановиться, где нужно, когда захотела, поела, куда захотела, выехала. Вот последний раз я ездила летом в Ригу, там провела около месяца, да. Сама туда, обратно, еще там куда-то поездила. Здорово. В дороге пишется, вот все-таки за окном, там что-то мелькает, мысли бегут. Как у тебя с этим? Да, бывает, что-то приходит, я на диктофончик записала, если это что-то из мелодии, либо записала буквально. У нас вопросы приходят, вот Татьяна пишет, какую музыку любишь из зарубежных, и что слушаешь? У меня есть некие, допустим, подборки, если зайти, допустим, ко мне на страницу ВКонтакте, можно пролистать и послушать, то есть я могу не помнить название проектов, много там всяких электронных, и просто сейчас могу не вспомнить, даже название, потому что они бывают, состоят из пяти слов, например. Понятно. Зайдите на страницу, можно там все послушать. А кинопроекты? Участвуешь сейчас в что-нибудь? Музыка для кино или какие-нибудь песни? Приходят, говорят, Лиз, вот хотим что-то взять для проекта, для театрального. Мы участвовали, вот есть, да, там, тетушки что-то там, какой-то еще комедии в Казахстане, но в последнее время нет, но я с удовольствием бы поучаствовала, то есть, но все-таки музыка для кино — это очень специфическая музыка, да, и, конечно... Не всегда попадаешь или что хотят, или почему специфическая? Нет, дело в том, что на заказ не было такого, то есть... Брали уже готовый материал, да. То есть, а чтобы наша музыка подошла далеко вот до кинофильма, то это, конечно, специфика, поэтому для меня неудивительно, что наши песни могут не подходить, то есть должно быть какое-то такое совпадение, не знаю, либо когда совсем песни идут фоном, вот, я знаю, там идут сериалы, вот те же улицы, у них там в течение серии там, по-моему, все, что есть в стране, там, и рэп, и попса, все прошло за одну серию. Понятно, ну, в общем... Сейчас, дорогие друзья, мы сделаем небольшую необходимую паузу. Вы пишите вопросы 8-909-9-281-89-9, смс, ватсап, вайбер, Елизавете все зададим, да, ну, а потом вернемся, не переключайтесь. Лучшее в стране Дамы и господа, это телерадиоканал Страна ФМ, программа «Лучшее в стране». Елизавета Костягина, в эфире страны ФМ, группа «Мона Лиза». У нас такая была остановочка, что мы говорили про музыку, кино. Скажи, а вот здесь вообще конкурентная такая история? Сложно попасть в этот, ну, так скажем, бизнес, чтобы писать музыку для кино, чтобы брали твои песни, треки? Стать кинокомпозитором. Для кино, мне кажется, я бы не... Ну, вообще на заказ я бы не смогла. То есть я была бы рада, если бы что-то подошло из... Того, что ты сама создаешь? Из того, что есть уже, да, из того, что создается, и совпало бы там с посылом режиссера, да, и сценариста. Но писать на заказ... Один раз, много лет назад, был проект, который НСС нам что-то предложили написать, что, значит, есть такая возможность... Ну, я начала писать, и я поняла, что это очень сложно, и ты все время привязываешься к этой задаче, у тебя нет никакой свободы, ты знаешь, куда ты должен вернуться, ты должен придерживаться, опять же, каких-то коммерческих гармонических, да, ходов, которые точно воспримутся, ну, короче, это очень сложно. Есть такие шаблоны, да, которые надо использовать. И тем более, да, когда ты не музыкант, профессионально, а я не он, вот, это, наверное, еще сложнее. По поводу стихов, не так давно мы отмечали день рождения Сергея Есенина. Ты на каких стихах росла, что впитывала, что сейчас впитает тебя, как человека сочиняющего? Я как раз на конкурсе чтецов участвовала со стихотворениями вот Сергея Есенина. Близок мне Маяковский, близок мне Гумилев, что из поэзии... Много современной поэзии, даже могу не знать. А Высоцкий как? Вот с Высоцким где? А Высоцкий, да, я считаю, все-таки его больше автором-исполнителем, чем прям поэтом в том плане. Это песенный поэт все-таки. И на его стихах так же, как на его песнях, так же, как на творчестве Александра Зенбама, я долго выросла, можно сказать. И Александр Яковлевич вообще очень сильное влияние оказал на меня. Потому что в Питере живешь. Один из символов Санкт-Петербурга, Александр Зенбама. Александр Яковлевич, да, привет вам. Возможно, да. Ладно, друзья, у нас остается не так много времени. Давай еще тогда проанонсируем. Мы ждем премьеры Светланы Сургановой клипа «Жуть». Да, ждем. Будет у нас она крутиться-вертеться, мы, конечно, посмотрим. Там, надеюсь. Помимо этого, концерты сегодня, завтра, послезавтра в Москве. В Москве, в каждом доме. Давайте я скажу, друзья. Площадь революции. Площадь революции, начало в 17 часов. Завтра новые черемушки в 18 часов. И седьмого в 17 часов бульвар Дмитрия Донского. Приходите, смотрите, слушайте, наслаждайтесь. Приходите обязательно, да, до встречи. И рядом с Кремлем, и те, кто победнее, все услышат. Это хорошо, правильно. Все слои. Все слои, да. И концерты весной мы тоже увидим и слышим. Да, концерты весной ждем обязательно. Как погода в Питере сейчас? Расскажи. Ты же вот у нас к нам с чемоданом буквально-то. Да, я же на самом деле с чемоданом. Вот так Питер-Москва, так и живем. А вчера, значит, было как? Я вот пытаюсь вспомнить расстояние от машины до перона. Каким оно было? Снег не шел, скажи. Потому что большинство свое время я провожу в машине, и поэтому в машине было не холодно, я точно помню. Затем я проходила, снега не было, дождя не было. Примерно такая же погода вообще. Слушай, а вот осенью, что можно в Питере комфортнее посмотреть? Эрмитаж. Да. На все случаи жизни много, да. Эрмитаж, круглый год. Мне, конечно, по адресу обратились. Ну, конечно, а как? Конечно, по адресу. Мы же тоже хотим в рок-тусовку попасть. Может, у нас вот это там... Очень атмосферное пространство. Это вот у нас Новая Голландия. Ну, конечно, здорово летом. Мы вот были там буквально в сентябре еще. Была хорошая погода. Ну, я думаю, что и сейчас можно посмотреть. Там множество представлено всяких творческих работ, проектов. И всякие интересные авторы-дизайнеры, и инсталляции. Слушай, Лиза, вот подожди. Ну, вот финальный вопрос. Вот все-таки, если было бы какое-нибудь крутое предложение из Москвы, переехала бы в столицу? Или не бросила бы Питер? Ну-ка, давай. Москва или Питер? Все лейблы сейчас смотрят, слушают, да. С деньгами, с реализацией крутой. Я вообще поняла, что человек такой, что мне не важно, где я живу. Мне важно то, что рядом со мной. Я сразу скажу, что в Питере у меня дом. У меня родители, у меня собака, у меня машина, у меня бизнес. Если это все перетащить в Москву, то, конечно, да. Ну, ладно. Принимаем. Друзья, Елизавета Костягина, команда «Мона Лиза». Мы ждем клип, как только он появится. Ну, все. Ну, и Светлана Турганова, привет, сколько про нее сегодня говорили. Обязательно передам. Спасибо большое. Друзья, увидимся, услышимся. До новых встреч. Пока. Целуем. Лучшее в стране.